Ассаляму алейкум амбаракату. Меня спрашивают, почему арабские страны не помогают Палестинам? Почему нет помощи вообще? Помощь есть, конечно, но не в адрес Палестины для палестинцев, а для Израиля. Большинство арабских стран оказывают помощь Израилю, чтобы вы знали. Задают этот вопрос, конечно же, люди, которые плохо разбираются в ситуации на Ближнем Востоке. Арабские режимы, понимаете, это не народные режимы, это режимы, которые против воли народа. И они существуют не благодаря поддержке народа, а вопреки воле народа. Поэтому на самом деле они получают свою легитимность и поддержку от США, в первую очередь из Израиля. Поэтому не может быть, чтобы вы ожидали от них поддержки против Израиля и Америки. Наоборот, это их союзники. А что касается отношений к палестинцам, нет. Наоборот, они очень боятся, что с их точки зрения, если палестинцы после таких жертв добьются какой-то успех, для арабских стран, для арабских народов, значит, сигнал. Ага, можно жертвовать, но мы все-таки добьемся свободы, избавимся от этих диктаторов. Они этого не хотят. Они хотят, чтобы полностью... Поэтому не бросить Израиль. Пожалуйста, не уходите из этого боя, из этой войны, пока не уничтожат Хамас. И уничтожат сопротивление в целом. Потому что они не хотят сказать своему народу, видите? Вы можете, конечно, поднять голову, но вы получите столько жертв и в конечном счете ничего не видят. Поэтому они очень рассчитывают на помощь, поддержку, на победу Израиля. И они материально, морально, как видите, Эмират в этом... Эмират открыто в этом говорит. И Саудовская Аравия тоже не официальные лица выступает. Официальные лица им не осуждают. То есть все журналисты около короля и его света все так выступают. Египет тоже не открыто, но не официально, а так выступает. Поэтому Ассирия сама уже, знаете, страна уже разрушена. Да и диктатор сирийский вряд ли захочет что-то вмешиваться. Ливан тоже страна для этого там порядка. Поэтому не ждите от Иордании, от Египта, страны, которые больше всех имеют границ. Они, наоборот, очень хотят поддерживать Израиль. Чтобы вы это знали, дорогие братья и сестры, чтобы вы не испытывали. И любой, кто из вас захочет помочь каким-то образом, имейте в виду, что эти страны будут воевать против вас. Некоторые братья наивны. Мало, что это вообще невообразимо и незаконно ехать сейчас от боевых местных за границу. Это вообще ошибка большая. Но еще имейте в виду, что ничего не выйдет. Потому что египтяне и орданцы вас убьют до того, как дойдете до Израиля. Поэтому, чтобы подумать, как помочь или задавать какие-то вопросы, надо знать ситуацию, чтобы не задавать наивные вопросы. Бас Аллах нам поможет. Бас Аллах даст победа народу Палестии.